Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Масштабы построек и тщательность работы позволяют считать его технологическим чудом своего времени Крупицы информации о плане строительства удалось обнаружить только на одном каменном блоке На нем был набросок склепа Ступенчатая пирамида – первый монумент из камня Ее высота, 60 метров, была рекордной для того времени Построенная 4700 лет назад, изначально она была мастовой, усеченной пирамидой Архитектор Имхотеп, возможно, счел ее слишком скромной для великого фараона и добавил ступени Комплекс ступенчатой пирамиды окружен 10-метровой стеной протяженностью 1600 метров Стена из белого известняка ориентирована по оси север-юг Хотя в пирамиде 14 входов, только восточная дверь была предназначена для живых Остальные были фальшивыми, это были проходы для Ка-фараона Также на стенах располагались бастионы и шпили, как в оборонительных сооружениях Расположение этих элементов говорит об их связи с праздником Хепсет Единственный вход в комплекс расположен в конце длинной узкой галереи Каменный полок галереи сделан под бревна В конце галерея расширяется Этот проход напоминает дверной В нем вырезаны двери и петли, однако это лишь имитация Вдоль галереи стоят 20 пар шестиметровых колонн, сделанных из каменных блоков Целиком фасад выполнен в форме снопов тростника На колоннах были найдены следы красной краски, а на стенах черной Это должно было создавать эффект парения колонн в воздухе, когда в галерее было темно Анатолий «Смех» Но она помещает что-то, конечно, сказать, что сейчас является темно Вadsочная слабая иула верно, что здесь и все идтия Чтобы это было кризиса-пределительные движения, если в их лице не было каковы с кризисом Вот тут утра! Камеры по обеим сторонам колоннады, вероятно, были святилищами, символизирующими верхний и нижний Египет. Египтологи считают, что расположение камер могло символизировать процесс отправления правосудия. Гробница, охраняемая резными змеями, расположена в южном конце комплекса. Погребальная камера находится на глубине 30 метров. Эта низкая камера по форме напоминает мастобу и по сравнению с остальными достаточно хорошо сохранилась. Гробница сделана из розового гранита, хотя, возможно, им заменили известняк. Она слишком мала для покойника, вероятно, она предназначалась для кафраона или канопов с органами. Позднее канопы стали ставить в той же камере, что и саркофаг с телом. Продолжение следует... Ступени из известняка ведут на запад, в подземные помещения. Предполагалось, что в некоторых из них фараон и его семья будут жить после смерти. В этих помещениях находили глиняные сосуды, в которых хранилось пиво, молоко и масло. Стены, имитирующие дверной проход, были украшены рельефами. На них изображали фараона, который держит сельскохозяйственные орудия или проводит ритуал воскрешения мертвых. Чтобы постройка дольше не разрушалась, в качестве материала имхотеп выбрал камень. Завершив возведение первоначальной мастабы, он решил придать гробнице более внушительный вид. Идея была в том, чтобы поместить мастабы друг на друга. По данным ученых, пирамиду дважды надстраивали. И в итоге ее высота достигла 62 метров, а периметр основания составляет 121 на 109 метров. Пирамида, скрывавшая первоначальную мастабу, символизировала гигантскую лестницу, по которой фараон должен был подняться на небо. Сама пирамида – это цельная структура. Все камеры и туннели расположены под ней. Джосер священный был основателем Третьей династии. Он правил 19 лет. При жизни фараон был известен под именем Хорни-Черехет – тело богов. Джосером его нарекли лишь спустя несколько столетий в знак уважения. Его считают одним из величайших правителей Египта. Спустя 2500 лет, уже в эллинистическом Египте, в его честь был создан Апокрив. Джосера считали земным воплощением гора, бога неба. На плите у пирамиды начертано и имя фараона, и имя бога. Джосер – первый правитель, поселившийся в Мемфисе – новом административном центре региона. До комплекса в Сакаре по приказу Джосера построили немало храмов и памятников. Погребальный комплекс стал первым в своем роде, величайшим архитектурным достижением фараона. Комплекс напоминал дворец Джосера. А резьба по камню имитировала кирпичи, деревья и тростник. Учитывая все детали, очевидно, что процесс обработки камня был долгим и трудоемким. Комплекс спроектирован так, чтобы на его территории могли провести праздник Хепсет, в знак того, что фараон правит народом и после смерти. В углу комплекса можно увидеть самую загадочную постройку – храм под названием Те. Фасад его прост, а внутри – изысканные колонны джеды и резные изображения. Вполне возможно, что храм Те построили для того, чтобы Каа фараона, посетившая мир живых, могла наблюдать оттуда за течением праздника Хепсет. Праздник Хепсет знаменовал восстановление божественных сил фараона – хранителя порядка. Посредством серии ритуалов и церемоний, через танцы, подношения и посещения святилищ, утверждалась его божественная природа и сила. Для каждого фараона Хепсет устраивали на 30-й год его правления, хотя иногда эти сроки не соблюдались. Первый праздник состоялся в эпоху Первой династии. Для проведения таких ритуалов в границах комплекса Джосера было отведено специальное место – на юго-востоке от пирамиды. На площадке для праздника находились псевдосвятилища и платформа с двумя лестницами, символизирующими Верхний и Нижний Египет. Девушки отдыхают На площадке находились два павильона, представляющие дворцы Верхнего и Нижнего Египта. Два прямоугольных сооружения стоят одно напротив другого. Их фасады напоминают храмы на церемонии Хепсет, а колонны увенчаны капителями в форме опадающих листьев. На стеле около павильонов найдены имена царицы Хитофернепти и принцессы Иниткас, что позволило сделать вывод, что эти погребальные строения были посвящены им. Погребальный храм на севере комплекса устремлен к звездам, куда усопший фараон должен был восшествовать после смерти. Внутри храма находится сердап фараона. Это молельня, одна стена которой скошена под тем же углом, что и первая ступень пирамиды. На северной стене были два обзорных отверстия. Статуя изображает Джосера на троне. На нем мантия, трехчастный парик и немес, царский головной убор. Статуя олицетворяет Каа царя. Он взирает сквозь отверстия на двор, и фараон даже после смерти может наблюдать за церемониями и получать приношения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok